Итак, продолжим рассматривать, чего же начинать воспитание и дрессировку вашей собаки. Всем приятно, на канале Sound Elimination. Сегодня я вышел на очередную прогулочку с Боной. Бона, иди ко мне. Иди. Привет, поздоровайся с нашими зрителями. Хорошо, иди гуляй. Вот так. Вот, и решил дозаписывать все-таки видео, с чего же начинать воспитание и дрессировку вашей собаки. Итак, начнем. Следующий момент воспитания вашей собачки, как только вы ее завели, очень важно с первых же дней появления собаки в вашей семье установить правила взаимоотношения вашей собаки, правила поведения ее и другие правила пребывания в вашей стае, скажем так. Как установить, так и придерживаться этих правил вами и всеми членами вашей семьи постоянно. То есть, что я подразумеваю под этим словом? Изначально в любые дверные проемы, там, в лифт, при заходе вас в подъезд, при выходе вас в подъезда, очень важно изначально заходить первому, входить, а потом только, чтобы шла за вами собака. Почему это важно? Потому что изначально вы можете оценить ситуацию, которая там находится за дверью, и, соответственно, к этой ситуации подготовиться. Если же, допустим, собака будет заходить, она на самом-то деле среагирует, так как она считает нужным. То есть, допустим, если при выходе будет какой-то маленький ребенок или другая собака, с которой столкнется ваш нос к носу, может быть ситуация конфликтная. И это уже будет изначально конфликт собаки в этом конкретном месте. Это изначально нужно как бы установить это правило для собаки. Постоянно добиваться того, чтобы она вас пропускала, то есть усаживать, выходить первым, потом приглашать собаку. И это делать постоянно, не так, что у вас сегодня нет времени, и вы там как-нибудь, там собака вас ведет вперед, вы как-нибудь там бежите за ней, как бы вот там, вы бежали быстренько, там собачка вас потягала-потягала, зашла на место. Бона, сидеть. Вот. А, допустим, на следующий день у вас есть время, вы уже там ее усадили, там вот, вышли, потом пригласили. У вас так, ну, очень маловероятно, что получится, даже если получится, это очень много времени займет. Намного быстрее и эффективнее будет, если вы постоянно в нужных моментах, там, при заходе-выходе с лифта, при заходе-выходе с подъезда, будете изначально придерживать собачку, потом идти приглашать ее. Так же само, допустим, если вы идете на выгуле, видите собаку, которая идет к вам навстречу, очень важно изначально, не имея значения, та собака на свободном выгуле или на поводочке, вот, вы хотите познакомить, это ваша знакомая собачка или незнакомая, не имеет значения, очень важно вашу собачку изначально усадить, успокоить, а потом только разрешить ей там погулять с той собакой или пойти дальше. А не так, что сегодня у вас там время есть, как бы вы там усадили, успокоили, а завтра вы там, как бы там взяли собаку и там, все, иди знакомься моментально, там, без всяких выдержек. Вот, это, таких вот правил может быть множество, но они очень важны, их нужно изначально установить и их придерживаться. То есть, я могу, ну, очень много там, допустим, примеров приводить, такие моменты есть, как, допустим, работа с поводочком. Допустим, вы посмотрели видео или там, прошли консультацию кинолога, вы знаете, что как работать с поводком, чтобы он не был постоянно натянут, чтобы собака не тянула его, у вас это получается. Вы, допустим, сегодня не можете выгулять собаку, даете там, выгулять собаку вашей жене, там, ну, не имея значения, там, мужу, там, детям, там, бабушкам, дедушкам, не имея значения. Даете, а, ну, этому человеку главное быстрее отбыть и дальше заниматься своими делами. И он, там, собака идет как-нибудь, главное, чтобы ее побыстрейку выгулять. Соответственно, собака привыкает, с этим можно себя, ну, вести так, как я хочу, с этим надо, как бы, там, вести не так, как я хочу. И начинает гнуть свою линию. Во-первых, она не понимает, что является правильным, потому что с каждым человеком новые какие-то правила поведения есть. Во-вторых, собака намного медленнее усваивает вот эти вот условные рефлексы, которые вы пытаетесь дать, как будто, ну, не натягивать поводок, пропускать вас в дверных проемах, там, знакомство с собачками и все остальное. Вот, это то, что касается правил поведения на улице. То есть их, может быть, и больше. Я вам просто привел пару примеров таких вот. На самом-то деле, самый главный посыл, который вы должны для себя понимать, это вот те правила, которые для вас нужны, вот, которые в дальнейшем вам нужны будут. Их изначально надо устанавливать, и изначально надо постоянно их придерживаться. И, соответственно, учить собачку вот постоянно соблюдать эти правила. Очень важно также установить правила поведения собаки дома. Допустим, если вы не хотите, чтобы собака была в вашей постели, не надо со щенячьего возраста приучать собаку быть там. То есть, поначалу вы, вам там интересно, забавно, вы пускаете ее к вам в кровать, там, или, там, допустим, на диван, когда вы смотрите телевизор, и вам это нравится, там, она там что-то лежит у вас на руках, вы гладите, все хорошо. Потом, когда собака большая, она начинает требовать уже туда залазить, а вам это уже не нравится. Куча шерсти, куча, там, как бы, неудобств и все остальное. Потому не надо изначально поощрять собаку вот в этом моменте. Если вы считаете, что вам не надо будет в дальнейшем, чтобы собака была у вас на кровати, или, там, на предметах обихода других, там, кресло, диван, не имеет значения, то не надо изначально это делать, это разрешать собачке. Почему это важно? Потому что в дальнейшем, если у собаки, допустим, повышен инстинкт вожака, вот, очень часто такое бывает, что собака начинает меньшим членом вашей стаи уже не разрешать занимать этой позиции. Она оттуда билась позицию, допустим, на этой кровати. И когда ребенок хочет на эту кровать залезть, там, к собаке, допустим, или, там, посидеть на кресле, согнать собаку, то собака может ему показать зубы, потому что она считает, что она выше его по иерархии. А так как на этом кресле был вожак, соответственно, без этого вожака она есть вожаком, и на это место она никого не пускает. В общем, долго вам объясняю, но в животном мире занять место вожака означает претендовать на его место вообще в стае, чтобы вы понимали. Потому не надо давать собаке позволять, какого бы она ни была породы, маленькая, большая, не надо позволять ей быть на вашем месте. Еще один момент, который касается поведения в квартире, чтобы собака не занимала место на кровати или там на диване. Очень важно, опять же таки, всем остальным членам семьи то же самое разъяснить и то же самое добиваться от них придерживания этих правил. То есть никому нельзя разрешать собачке занимать место. Будь это дети или там бабушки, которым все равно, или которые хотят пожалеть собачке, разрешить, не имеет значения. Если вы это правило ввели, это правило должны соблюдать все члены вашей семьи. И собачка должна понимать, она является ниже по лестнице иерархии вашей стаи. Соответственно, все могут дать ей команду там не занимать место. То же самое, все вот эти правила надо вводить касательно всего остального. То есть не клянчить там со стола еду. Потому что, как правило, бывает, кто-то там не разрешает со стола у собаки клянчить еду, а кто-то наоборот со стола подкармливает. Потому собака начинает как бы требовать, она думает, надо просто чуть-чуть проявить там упорство и все будет хорошо, как бы там можно будет получить там лакомый кусочек со стола. И начинаются в этом плане проблемы. Поэтому не давайте, не поощрять эти моменты. Очень важно устанавливать эти правила и их соблюдать. Также есть такие моменты, делать выдержку перед кормлением, что собачка ждала разрешения начать прием пищи. То есть там вы насыпали в тарелочку, поставили, подождали чуть-чуть, сделали выдержку, потом разрешили покушать. А не сразу там, вы не успели эту тарелку еще насыпать еду, а собака уже выбивает эту тарелку у вас с рук и начинает там все это дело сумасшедшим скоростью поглощать. Поэтому изначально установите правило кормления собаки. То есть там насыпали тарелочку, поставили, разрешили, собачка кушает. Не разрешили, собачка ждет, пока вы разрешите. Вот, еще одно важное правило поведения собаки дома, это приучение изначально собаки к ее месту. То есть изначально, когда вы завели собачку, с первых дней нужно определить ей место в вашей квартире и, соответственно, к этому месту ее приучать. Делать так, чтобы на этом месте собачке было комфортно. Соответственно, вам и всем остальным членам семьи, то есть, чтобы все члены семьи поощряли собачке нахождение на этом месте и, соответственно, как бы если собака там пыталась для себя выбрать место поинтересней, вот, мягко, спокойно, но все-таки как бы не разрешали ей находиться на том месте, которое выбрала и все-таки там добивались занятия места того, которое нужно, скажем, которое выбрали вы для нее. Почему это важно? Потому что, как правило, собака выбирает для себя место более неудобное для вас и удобное для нее. Это может быть дверной проход, это может быть там на кухне, когда вы там возле плиты что-то готовите, она в ваших ногах там постоянно может пытаться уложиться. Это может быть там на кровати, опять же таки, то, что мы уже говорили. Вот. А это вам не нужно, потому в каждом из помещений, где вам надо, чтобы собачка находилась возле вас, у вас на виду, но тоже самое время не мешало вам, нужно определить ей место. Вот. Это не так тяжело, как бы, вот. И на этом месте собачку уложить, давать ей вкусняшки, и собачке вам будет намного комфортнее вот в таком вот роде, чем, когда собака не будет понимать, где ей можно находиться, где нет. Вот. Там вы ее сгоняете, там вы ее что-то там тоже, ну, как бы, там не разрешаете быть. Ну, и собака, как бы, начинает чуть-чуть там не понимать, что в этой квартире есть ее место, пытаться там занять самостоятельно. Вот. Ну, и, соответственно, начнутся куча каких-то проблем из этого. В общем, предугадать, как пойдет дальше ситуация, тяжеловато, но в любом случае, чтобы она не развивалась в негативном ключе, еще раз повторюсь, очень важно собаке определить место и постоянно поощрять нахождение ее на этом месте. Как вам, так и всем остальным членам вашей семьи. Что еще забыл сказать по поводу нахождения собачки на улице, да и дома, в принципе, критично важно, чтобы собака не подымала ничего с пола без вашего разрешения. Вот. Потому здесь тоже важно ввести, правило понимания того, что подымать без разрешения хозяина – это плохо. Очень часто бывает, когда собачка без вашего разрешения подымает какую-то палочку. Вот. Ну, вы видите это все дело там. Ну, для вас это забавно, в принципе, почему бы и нет. Вот. А еще плюс там некоторые люди начинают еще этой палочкой с собакой играть. И собака понимает, что это прикольно и весело, искать какие-то вещи. Вот. И с ними начинать играть. В нужный момент она может за месь палочки... В ненужный момент, вернее, она может за месь палки поднять какую-то кость. Ей она, ну, покаяться более интересной, чем палка. Она не захочет с вами делиться этой костью. И начнет ее там убегать от вас и поглощать, как бы. Ну, это может быть кость, это может быть дохлый голубь, это может быть там дохлая какая-то кошка. Ну, вот. Ну, и, соответственно, собака может себя навредить, а то и вообще там отравиться и, ну, может быть там какой-то летальный исход. Потому, чтобы этого не допускать, все прекрасно понимают, что важно научить собаку не поднимать с пола ничего там без вашего разрешения. Но никто не придерживается этого правила в начале, как бы, ваших взаимоотношений. Поэтому рекомендую изначально учитывать этот момент и давать собачке поднимать с пола только тогда, когда вы разрешаете это, ну, конкретно сделать. То есть, по какой-то команде там можно или там возьми, не имеет значения, но в любом случае вы должны это разрешить. Собачка самостоятельно изначально не должна ничего поднимать с пола. И так как вы понимаете по поводу правил взаимоотношений, на самом-то деле тема намного длиннее, чем я здесь оговорил. То есть, я так привел пару примеров, пару советов вам дал. В общем, главный посыл, еще раз повторюсь, это установление правил взаимоотношений и придерживание этих правил всеми членами вашей семьи постоянно. Итак, перейдем к следующему важному вопросу. Начало воспитания дрессировки. Очень важно понимать, что первые занятия с собакой, первые там команды, воспитание и все остальное должно быть по правилу от малого до великого. То есть, изначально от собаки не нужно требовать сразу там каких-то нереально тяжелых команд или нереально каких-то там длительных по времени занятий. То есть, все должно начинаться в игровой форме по чуть-чуть. Вы должны увеличивать требования к собаке, увеличивать время занятия с собакой. Вот. И, соответственно, увеличивать ее работоспособность, скажем так. То есть, очень важно изначально для того, чтобы собаку не отвернуть к занятиям, а наоборот, чтобы собачка любила с вами позаниматься, чтобы она тоже радовалась с вами, если у нее что-то новое получается. Очень важно изначально сделать это все в игровой форме, по чуть-чуть, потихонечку. Какие-то давать там команды, допустим, играете с мячиком, оп, мячик подняли, тише, стоять там, допустим, дали команду какую-то, сделали маленькую выдержку. Да, хорошо, молодец, дальше начали с ней играть. Соответственно, этим вы научите, первое, то есть, собачку включать-выключать там нервную систему возбуждения, вот, торможения. Второй момент, это как бы делать выдержку. И по чуть-чуть, по чуть-чуть это можно развивать. Так же само, вы можете там развивать эту выдержку при кормлении. То есть, если сегодня вы там, перед тем, как разрешите ей покушать, даете там, допустим, 5 секунд там выдержки, то завтра можно уже 10 секунд. А не так, что вы, ага, надо делать выдержку, и сразу там на 5 минут вы добиваете, чтобы собака сидела и ждала, когда ей можно поесть. То есть, еще раз повторюсь, от малого до великого принцип должен соблюдаться постоянно при работе с собакой, при изучении новых команд. Тоже очень важно, чтобы вы понимали, даже если вы с собакой уже год занимаетесь, вы изучаете новую какую-то там, новую какую-то команду, или новую какое-то там правило вводите в взаимоотношения с собачкой. Не имея значения, сколько вы с ней до этого занимались, все равно изначально вы начинаете по чуть-чуть, там, допустим, 5 минут, 10 минут, и потихонечку увеличиваете, там, допустим, тренировку по времени и по сложности новых команд. На этом, в принципе, по этой теме все. На самом-то деле, тема начала воспитания, дрессировки вашей собаки намного шире, намного больше, как бы. То есть, я обговорил так поверхностно, затронул основные моменты, которые необходимо вам учитывать в начале воспитания вашей собачки. Если у вас будут какие-то вопросы по поводу начала вот этого, что-то я не обговорил, или что-то там, допустим, конкретно в вашем случае я не описал, вот, или не совсем разобрались, пишите в комментариях, я обязательно постараюсь ответить на ваши вопросы, максимально постараюсь помочь вам в воспитании вашего питомца. В конце хотел бы дать вам пару советов. Самое главное, вы должны всегда понимать, что собака – это живое существо, вот, и всегда оставлять вот этих 5% на то, что она может поступить не так, как вам надо. Даже если собака супер дрессированная, даже если собачка там супер, у вас хороший контакт и послушаемость собаки, всегда вы должны брать на себя ответственность за поведение вашей собаки, то есть всегда должны предусмотреть какие-то моменты, там, если это возле дороги, предусмотрите то, чтобы собачка у вас, даже если она у вас никогда не убегала на свободном выгуле, возле дорог на свободном выгуле собаку не надо отпускать. Если у вас собачка никогда не поднимала ничего с пола, не надо этот момент упускать и расслабляться. Самый ненужный момент – она может поднять какой-то яд, доставленный нехорошим человеком, вот, и травануться, и вы потеряете, как бы, собаку, это будет очень плохо, и это будет именно ваша вина, потому что, еще раз повторюсь, собака – это живой организм, и нельзя никогда в жизни, там, полностью, там, предугадать все моменты, все, там, рефлексы, которые у нее, там, в голове, там, появляются, и как она себя, там, сейчас поведет, никогда в жизни нельзя будет предугадать, потому всегда контролируйте, и старайтесь всегда, как бы, там, собачке помогать, там, в тех или иных ситуациях давать понимание, как себя вести. Вот. Второй момент, который хотелось бы вам еще посоветовать, чтобы вы понимали изначально, то есть, вы завели собаку, и очень важно, чтобы вы понимали, что в работе с собакой нужно терпение и настойчивость, то есть, если вы, вот, хотите поставить свои лидерские качества, очень важно, если вы даете какие-то команды, или даете какие-то, там, не знаю, указания вашей собаке, нужно добиться выполнения, все-таки, этой команды. Не так, что вы дали команду, один, второй раз, третий, десятый, собака не выполнила, проигнорировала, вы тоже махнули рукой и пошли дальше. Вот. Или, наоборот, психанули, дали собаке по жопе, там, все, там, отлично, чуть-чуть нервы свои успокоили, но, ну, ничего вы не добились, и более разрушили контакт. То есть, к чему я говорю это все дело, что очень важно набраться терпения и спокойно, настойчиво добиваться, выполнение ваших команд и ваших требований к собаке, потому что вы больше знаете, как правильно вести себя в социуме, чем собачка. И это надо постоянно собачке объяснять, вот именно своим настойчивостью, своим упорством показывать, что или она выполнит так, как вы хотите, или она выполнит так, как вы хотите. Третьего не дано. И следующий момент, это всегда старайтесь быть спокойным в работе с собакой, потому что собака очень чувствует ваше настроение, и если вы нетерпеливы, раздражены, или находитесь в каком-то неуравновешенном состоянии, там, то собака это очень чувствует, начинает беспокоиться, и у вас ничего не получится. Какие-то команды, все остальное, собака или начнет замыкаться, или наоборот попытается, там, как бы, там, ну, еще больше вам противостоять, скажем так, еще больше, там, сопротивляться. Вот. И в результате это все придет в конфликт какой-то. Потому что всегда старайтесь спокойненько, там, сделать что-то, там, какой-то момент, какую-то команду, чтобы собачка выполнила, и потом спокойненько себе дальше продолжить где-то, там, работу. Если вы, допустим, сегодня не настроение, или вы, допустим, там, видите, что собака вообще, как бы, сегодня вот непослушная, там, очень плохо себя ведет, пару команд дали, чуть-чуть поработали, добились выполнения какой-то команды, и пошли себе дальше на обычном выгуле, там, на поводочке, спокойненько, не нервничая, догуляли нормально, и оставили там основные, там, запланированные вами занятия, там, по командам на следующий раз, когда вы или ваша собака будет в более, там, нормальном расположении духа, скажем так. Еще один важный вам совет, это всегда старайтесь правильное поведение собаки подкрепить, хотя бы просто словом, хотя бы просто погладить собачку, показать, да, хорошо, что ты сейчас лежишь, и даешь мне, как бы, там, нормально поговорить с нашими зрителями, вот, соответственно, если собака начинает плохо себя вести, показать, что она плохо себя ведет, то есть, не обязательно сразу, там, дать ей по жопе, или еще что-то, но, там, сказать строго, нет, вот, чтобы собачка понимала, что здесь вот ей надо, как бы, чуть-чуть там присадиться, то есть, старайтесь всегда собачку подкреплять хорошее поведение, и, наоборот, пресекать плохое поведение, относиться к собаке так, как она себя ведет, то есть, если собака себя ведет хорошо, обязательно, не забывайте, очень, ну, часто хозяева собак забывают поощрить собаку за правильное, хорошее поведение, они к этому относятся, как в порядке вещей, ну, это же немецкая овчарка, она так должна себя вести, она должна меня понимать, там, вот, то же самое время, если собака, там, ведет себя плохо, но, там, типа, вот так, вы, там, за ней скучили, допустим, пришли, там, с работы, а она на вас прыгает, не дает вам прохода, ну, вы такие, ну, ладно, и начинайте, там, не, чтобы пресечь, там, дать ей выдержку, там, успокоить, там, чуть-чуть, там, допустим, усилить, там, интонацию вашего голоса, и показать, что не надо на меня прыгать, не надо так себя вести, вот, посиди спокойненько, да, да, я приду, сейчас, там, разденусь, там, все, там, покушай, и потом я тебе обязательно выделю время, нет, человек начинает, все бросает, ему это, конечно, не нравится, но он начинает, там, ну, собаке подкреплять вот это плохое поведение, то есть вы должны понимать, что, как бы, если собака себя ведет плохо, вы должны ей это сказать, ну, не так, что ты ведешь себя плохо, она вас не поймет, но интонации, с вашими действиями вы должны показать собаке, что это плохо, если собака ведет себя хорошо, опять же таки, вы должны ей сказать, что ты ведешь себя хорошо, мне нравится, как ты себя ведешь, если вы все это будете выполнять, соблюдать эти правила, понятно, что не постоянно, но хотя бы помнить про вот эти вот, как бы, основные моменты взаимоотношений с собачкой, у вас изначально уже намного меньше будет проблем с собакой, чем если вы систематически будете не придерживаться, вот, правил взаимоотношений с собакой на первых этапах ее дрессировки и воспитания. На этом все, спасибо за ваш просмотр, пишите комментарии по поводу этого видео, пишите комментарии, что бы вам хотелось еще там, на какую тему, чтобы я записал видео, подписывайтесь на этот канал, здесь я буду стараться постоянно выкладывать какие-то новые видео, которые будут касаться дрессировки и воспитания вашей собачки, и до новых встреч на канале Sound Illumination, пока!